Всем привет! Все поклонники боевиков знают, кто такой Бола Йен. Сегодня по просьбе своих зрителей я расскажу вам интересные факты из жизни этого легендарного актера и многое другое. Приятного просмотра! Детство и юность. Бола Йен, настоящее имя Ян Цы, родился 3 июля 1946 года. Его отец был местным предпринимателем, а мама домохозяйкой. Когда мальчику исполнилось 10 лет, родители решили отдать сына в секцию боевых искусств. Их изучение Бола начал с кунг-фу. Чтобы отточить движение, юноша посещал тренировки по акробатике, а также занятия по поднятию тяжести. Побег из Китая. Будущее в коммунистическом Китае не устраивало Бола. В середине 60-х годов он покидает родной дом и страну, чтобы начать самостоятельную жизнь в Гонконге. Путь туда становится первым испытанием. По легенде, чтобы добраться до заветного острова, молодой человек преодолевает пролив в плавь. Новая жизнь. На новом месте Йен становится преподавателем. Он запускает школу бодибилдинга. Его деятельность привлекает внимание представителей крупнейшей гонконгской кинокомпании и студии «Братьев Шоу». И уже в 1970 году 23-летний спортсмен дебютирует на большом экране. После картины «Удивительный фехтовальщик», где Бола досталась роль второго плана, он настолько понравился местным продюсерам, что за три года его приглашают сняться еще в десяти фильмах. Также 1970 год приносит ему и достижения в бодибилдинге. Он завоевывает титул «Мистер Гонконг», который в дальнейшем будет подтверждать 9 лет подряд. Бола Йен «Мистер Гонконг» Многократный чемпион Гонконга по бодибилдингу Йен в равной степени любил и пауэрлифтинг, в котором также добился чемпионских регалий. Согласно некоторым источникам, в той же становой тяге он заходил за внушительные 300 килограмм. В 1972 году выходит фильм «Король-боксер». Он становится первым боевиком, который братьям Шоу удается продать для показов США. Мэтры американского кинопроизводства тут же начинают сотрудничество с представителями дальневосточной индустрии. И уже в следующем году это приносит свои плоды. Появляется знаменитый фильм «Выход дракона». Это последняя завершенная картина Брюса Ли. Также известна как одна из первых работ Джеки Чана. Дружба с Брюсом Ли На съемках рекламы сигарет Уинстон Болла познакомился с легендарным Брюсом Ли. Они быстро нашли общий язык и подружились. Когда в 1973 году фильм «Выход дракона» понадобился актер на роль телохранителя главного злодея, Брюс Ли, исполнявший роль этого самого дракона, позвал своего приятеля. По сценарию им не довелось схватиться друг с другом. Но Брюс Ли пообещал Болла Йену убить его в следующем фильме. Совместная работа лишь укрепила дружбу. Они стали тренироваться, вместе рассчитывали сняться в фильме «Игра смерти», который уже запустили в производство. Планировалось, что фильм соберет всех лучших бойцов разных видов единоборств. Но за неделю до премьеры выхода «Дракона» Брюс Ли внезапно скончался. Ему было всего 32 года. Через много лет, готовя сына Брюса Ли к съемкам фильма «Подставленный», Болла проявил необычайное терпение. Брэндона Ли нужно было за несколько недель превратить в правдоподобного противника. И Болла заказывал спортзал на 9 утра, чтобы не сбивать режим. Восходящая звезда являлась к полудню, объясняя, что утром танцует. А тренироваться приходит только потому, что этого требуют продюсеры. Мировая слава и уход из кино. Мировую известность артисту приносит боевик «Кровавый спорт». Роль главного злодея, в котором и доверяют Болла Йену. Его персонаж Чон Ли – жестокий боец подпольных соревнований по кумите. Фильм, вышедший в 1988 году, был хорошо принят зрителями. Однако критики, как обычно, разнесли его в пух и прах. В 1991 году выходит не менее культовый фильм «Двойной удар» с Жан-Клодом Ван Дамом в главной роли. Ссылочки на подробный разбор этих фильмов я оставлю в закрепленном комментарии к этому видео. Однажды Ван Дам признался, что он был поклонником Йена еще с юных лет. Я хорошо помню, как впервые посмотрел «Выход дракона». Мне было лет 16-17 или вроде того. Помню, как увидел Болла на экране и был потрясен. Кстати, на съемках фильма «Кровавый спорт» они подружились и дружат по сей день. Знающий толк в боевых искусствах зрители отмечали, насколько искусными и отработанными были движения Болла Йена в этих фильмах. Но большая часть непосвященной аудитории просто с восхищением наблюдала за колоритом и харизмой в каждом движении бойца. По словам самого Йена, каждый может нанести удар рукой или ногой. Этим никого не удивишь. Но ведь можно подать искусство боя иначе, чтобы зритель понял и запомнил его. Кстати, Болла Йен играл не только плохих парней. Так, например, в картинах «Полицейский» 2000 года и «Сильнейший удар» у него были положительные персонажи. В интервью он не раз отмечал, что его не смущает закрепившийся за ним амплуа злодея, поскольку именно эти работы и помогли ему стать известным. «Кино – моя работа, моя жизнь. Я отношусь спокойно к тому, что играю подонков. Меня никогда не огорчало, что меня периодически побеждают или убивают. В конце концов, эти роли принесли мне мировую известность». До 1996 года выходят еще 16 фильмов с его участием, после чего последовал большой перерыв. В 2007 году Йен принимает приглашение сняться в картине «Ближний бой», производством которой занимались Казахстан и США. Но в дальнейшем фильм так и не выпустили на большие экраны. В 2008 году Болла Йен официально завершает свою актерскую карьеру. Правда, в 2011 он не мог не принять участие в документальном проекте «Жен-Клод Ван Дамм за закрытыми дверями», посвященном его другу и партнеру по нескольким фильмам. В 2015 году Болла вновь возвращается в кино. Он снимается в казахском фильме «Весь мир у наших ног», который в США выходил в 2017 году под названием «Алмазный картель». Болла Йен заявил директору картины, что хотел бы посвятить свою роль Брюсу Ли. Он припомнил один эпизод из фильма «Путь дракона», в котором Ли борется с Чаком Норрисом и за ними наблюдает кошка. Болла Йен попросил принести котенка на площадку в тот момент, когда будет сниматься сцена его боя, чтобы все было похоже на тот эпизод с Брюсом Ли. Личная жизнь. У Болла Йена есть жена. Вместе с супругой они воспитали троих детей. Сыновей Дэвида и Дэнни, а также дочь Дебору. Семья живет в пригороде Лос-Анджелеса. Дэвид, как и отец, с детства занимается боевыми искусствами. Он завоевал золото чемпионата мира по бодибилдингу. Сейчас работает тренером по фитнесу. У Болла Йена небольшой рост, всего 170 сантиметров. Но это не помешало ему заработать прозвище «Китайский Геркулес». Также его называли «зверем с востока». За то, что он был суров, молчалив и непреклонен. Каждое утро, как и в юности, актер начинает с тренировки, которая длится 2 часа. Сейчас легендарному Боллу Йену 77 лет. Он руководит физкультурной коммерческой организацией в Гонконге. А также управляет филиалом Международной ассоциации бодибилдинга. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам этот актер. Какой фильм с участием Болла Йена у вас самый любимый. У меня это, конечно же, кровавый спорт. А также обязательно напишите, на какие темы мне делать следующие ролики. Если вам понравилось видео, прошу поставить лайк и подписаться. Берегите себя. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok